Всем привет, друзья! Это уже восьмая серия Android Ligbiz. Это рубрика, где я показываю, рассказываю всякие тонкости и особенности операционной системы Android. И в этой серии мы поговорим про смарт-лог, медицинские данные и сообщения на заблокированном экране. Ну и как обычно, в начале каждой серии мне нужно пояснить, что эти ролики рассчитаны прежде всего на неопытных пользователей, то есть на людей, которые только начинают постигать Android, либо хотят познакомиться с ним поближе. И поэтому если вы считаете себя power-юзером, то есть с прошаренным пользователем, то возможно это видео не будет слишком интересным для вас. Но все-таки рекомендую остаться, потому что до этого люди писали, что даже несмотря на то, что они были прошаренными пользователями, все равно что-то новое они узнавали. Ну и как обычно после небольшого вступления переходим к телефону, где я расскажу, что такое смарт-лог, где можно внести информацию о медицинских данных и как включить сообщения на заблокированном экране. Поехали! Итак, вот мы наконец-то перешли к телефону и сейчас у меня в руках Google Pixel 2, на котором стоит Android 9.0. Если у вас другие версии Android более старые, либо вы уже будете смотреть, когда уже будет 10 или 11 версия Android, то возможно что-то будет отличаться, но я думаю, что не слишком сильно. И давайте начнем с медицинских данных. Итак, чтобы к ним перейти, нам нужно зайти в настройки и на Android 9 это находится в секции о телефоне и вот данные для экстренных случаев. Если вы пользуетесь более старой версией Android, то у вас этот пункт будет скорее всего находиться в разделе защита. Если мне не изменяет память, то по крайней мере здесь он находился на 8 андроиде. И вот чтобы так не мучиться и не бегать по разделам, сразу же рекомендую, если заходите в настройки и хотите перейти в этот раздел, заходите в поиск, слава богу, он есть. Вводим в мед. Вот у нас появляется медицинская информация и сразу же переходим сюда. Итак, сразу же скажу, что я немножко почистил тут личные данные, чтобы не палить некоторую конфиденциальную информацию, но тем не менее. Итак, что у нас здесь есть? Первое, это Mi Имя, где мы можем ввести свое полное имя и также выбрать аватарку, сфоткаться либо выбрать из галереи. Второе, это адрес, где вы можете ввести свой дом либо какое-то место в случае того, куда вас можно было бы обвести в случае какого-то чрезвычайного происшествия. Третье, это группа крови. Лично я каждый раз, когда настраиваю андроид, я все время забываю, какая у меня группа крови. У меня, как видите, вторая отрицательная. И вот сразу же здесь возникает следующий минус вот этих всех медицинских данных. То, что нет синхронизации с аккаунтом Google. Я бы хотел один раз вот это вот все ввести, чтобы при настройке нового телефона, либо когда я покупаю новый телефон, эта информация автоматически бы подгружалась из облака. Но, к сожалению, так это не работает. По крайней мере, на данный момент времени. Четвертая позиция для меня немножечко непонятна. Если вы точно знаете, то, пожалуйста, отпишитесь, и я помечу ваш комментарий лайком. Это по поводу донора органов. Из-за того, что Google не внесла какую-то дополнительную информацию по поводу того, что они имеют в виду под донором органов, то лично я интерпретирую это двумя способами. Первое мое объяснение заключается в следующем. Являюсь ли я донором органов на данный момент времени? Я поставил, что нет, я им не являюсь. И второе объяснение, которое мне приходит на ум, заключается в следующем. Даю ли я согласие на то, чтобы быть донором органов? Да, либо нет. Я не знаю, так как я поддерживаюсь первого варианта, являюсь ли я донором органов, то я поставил нет. Но если бы было второе объяснение, хочу ли я быть донором органов в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, то я бы, наверное, поставил да. Но здесь, на самом деле, немножко непонятно с юридической точки зрения, является ли это правомерным, либо нет. То есть, как мне кажется, если с вами что-то случается, не дай бог, то там, скорее всего, никто никого не будет спрашивать. Если нужно, то всех пустят под донором органов. Если нет, то нет, в общем-то, не будем затрагивать эту тему. Но вот здесь непонятно. Google, стоило бы, конечно, объяснить, что они имеют в виду под донором органов в данном случае. Что еще можно добавить в медицинские данные? Так, нажимаем на добавить информацию. Так, имя есть, адрес есть, группа крови я указал. Аллергии. Можно указать, на что у вас есть аллергия. Это нужно в случае того, если, допустим, с вами что-то случается, и квалифицированный доктор заходит в данную медицинскую информацию, он смотрит, что у вас аллергия на какой-то конкретный препарат, и вам, например, нельзя вводить какое-то обезболивающее, либо определенный вид наркоза. Такое есть, это, на самом деле, очень серьезно. И следующий непонятный пункт, лично для меня, потому что Google его не пояснили, это медицинские препараты. Здесь, опять же, непонятно. Нужно сюда ввести медицинские препараты, которые я употребляю в данный момент времени, либо на которые у меня есть аллергии, которые мне точно нельзя давать. Потому что в аллергии, как мне кажется, можно указать там яблоко, груша, на пыльцу, не знаю, все что угодно аллергия. А в медицинских препаратах ты указываешь то, что тебе нельзя. В общем, опять же, непонятно. Ну и последняя графа. Можно указать заболевания, которые ты, скорее всего, перенес, чтобы доктор, в случае того, если он заходит в данную медицинскую информацию, мог более-менее знать историю твоей болезни. И последнее, что можно добавить в данных для экстренных случаев, это контакты для чрезвычайной ситуации. В случае, если вы, допустим, отключились, то человек, который возьмет ваш телефон, там, не знаю, врач, полицейский и так далее, в общем, тот, кто будет знать, что такую информацию можно будет отсюда взять, он сможет позвонить какому-то доверенному лицу, который вы здесь укажете. Я сейчас не буду открывать вот эту менюшку, потому что там будут показываться номера людей, ну, чтобы тупо это не палить, но я сейчас добавлю их и покажу, как это выглядит все на заблокированном экране. И для того, чтобы нам узнать информацию о чрезвычайных данных на андроиде, по крайней мере, на девятом это выглядит так, нам нужно разблокировать телефон, свайпнуть вверх и нажать экстренный вызов, и вот сверху появятся данные для экстренных случаев. Нажимаем сюда раз, и нажимаем 2, подтверждаем наши действия. И здесь будет показываться вся информация, которую вы указали до этого у себя в настройках, то есть где вы живете, группа крови, доноровых органов, либо какие-то заболевания или противопоказания. И вторая графа – это контакты, где сразу же указывается имя человека, как он у вас называется в телефонной книжке, его аватарка, телефон, и ему отсюда же сразу можно будет позвонить в случае каких-то экстренных ситуаций. Ну и главное, конечно же, отсюда видно, как вас зовут, ваше полное имя, если вы, конечно, его укажете. Что мне не нравится и что бы лично я хотел изменить в данных об экстренных случаях? Первое, как я уже сказал, это то, что этот пункт достаточно сложно найти, и неопытный пользователь, да я думаю, даже многие опытные пользователи, тупо либо не знают, либо забывают, что такая функция есть об экстренных данных, и я бы ее вынес на главный экран в разделе где-нибудь, я не знаю, вот аккаунты, медицинская информация, чтобы любой мог ввести сюда свою информацию, потому что это прежде всего безопасность и здоровье. Второй пункт, как я уже сказал, к сожалению, нет синхронизации с аккаунтом Google, и если вы покупаете себе новый телефон, либо сбрасываете текущий и настраиваете его, то нужно будет все заново вводить вот эту информацию, это крайне неудобно, потому что хотелось бы, чтобы включил телефон, ввел свой аккаунт Google и все, вот это все заполнилось, потому что все равно к аккаунту Google ни у кого нет доступа, кроме тебя, так почему бы это не добавить, мне непонятно. И третье, чтобы я изменила, конкретно добавила, это информацию о социальных сетях, потому что, как мне кажется, это очень важная информация. В теории, опять же, не дай бог, если вы попадаете в какую-то аварию, ваш телефон выживает, его находит компетентный человек, который знает, что такая данная об экстренных случаях есть, и по какой-то причине до контактов не дозвониться, то там будет информация о социальных сетях, ваши логины, вы туда заходите, и там будет список друзей, и человек по-любому до кого-то достучится и сможет дать информацию, что с вами что-то случилось плохое. Поэтому, если смоделировать ситуацию, что ни до кого нельзя будет дозвониться, то, по крайней мере, информация о социальных сетях, возможно, как-то сможет помочь. Вторая тема из восьмой серии Android LegBiz — это Smart Lock. Для того, чтобы до него перейти, нужно зайти в пункт «Защита» на девятом Android, и вот здесь у нас будет такой пункт, как «Smart Lock». Опять же, если у вас более старая версия Android, то ищите это все через поиск. Сейчас мы зайдем в Smart Lock, и я покажу, что там вообще можно будет делать, но для того, чтобы туда попасть, нужно будет ввести пароль. Что такое Smart Lock? Smart Lock — это альтернативные методы разблокировки телефона, то есть пин-коду, паролю, либо же сканеру отпечатка пальцев. И как это работает? Здесь у нас есть 5 основных пунктов разблокировки телефона. Первый пункт — это физический контакт, и ваш телефон будет разблокирован, пока он остается в контакте с вами. То есть, если мы включим эту функцию, то что будет происходить? Акселерометр будет анализировать, держим ли мы в руках, либо мы сейчас как-то идем по улице, и для того, чтобы нам не нужно было вводить пин-код, либо пароль, он будет отключен, и нужно будет так вот просто свайпнуть, и все, телефон разблокируется. Но опять же стоит заметить, что все эти 5 пунктов менее безопасны, чем пароль, либо сканер отпечатку пальцев, и Google об этом предупреждает при первом включении Smart Lock. Второе — это безопасные места, то есть можно указать какое-то местоположение, где телефон не будет требовать пароль. При переходе в это меню для нашего удобства, здесь сразу добавляется информация с Google карты, то есть где находится наш дом, чтобы я мог в одно касание сразу добавить это место в безопасные места, и у меня не требовался пароль, когда я нахожусь в этом месте. Но также можно добавить какое-то место вручную, сейчас у меня интернет выключен, но если бы он был включен, здесь бы появилась карта, и мне бы нужно было ручками указать, в каком месте, в каком диапазоне с меня не нужно требовать пароль, допустим это работа, либо дом друзей, либо какое-то еще место, в общем-то те места, где вы понимаете, что с вашим телефоном, скорее всего, на 99% точно ничего не случится. Если вам лень вводить пароль, то добавляйте это место, и все будет прекрасно работать. Третий пункт — это надежные устройства. Разблокировать устройства, когда, например, какое-то устройство с Bluetooth находится рядом. В данном случае это Mi Smart Band 4, на котором есть обзор, сейчас выпала всплажка в правом верхнем углу. Работает это очень просто. Итак, у нас есть несколько устройств, которые подключены к телефону по Bluetooth. В данном случае, например, у меня это Mi Smart Band 4, либо какие-то Bluetooth наушники. И я могу сделать так, что, например, если ко мне подключается Mi Band 4, то с меня не будет требоваться пароль, а если я отключаюсь от Mi Band 4, то пароль снова будет требоваться. Четвертый пункт — это Voice Match, и это работает из приложения Google, то есть здесь нужно вручную добавить разблокировку с помощью Voice Match, то есть если я скажу «Окей, что-то», то телефон у нас разблокируется при этой команде, и это работает через приложение Google. И последнее меню — это распознавание лиц. И на самом деле на андроиде это появилось намного раньше задолго, чем в Face ID, но, понятное дело, это менее секьюрно, чем на айфоне. Давайте перейдем к распознаванию лиц и как это работает. Здесь у нас сразу всплывается всплывашка, что распознавание лица дает менее секьюрную защиту, чем графический ключ, пин-код, либо пароль, а также что люди, похожие на меня, смогут разблокировать телефон. Естественно, что ничего не отправляется, и все остается на моем устройстве, то есть информация о том, как я выгляжу. И вот сейчас я добавлю свое лицо, вот так вот. Все, сканирование завершено. Если телефон распознает мое лицо, то мне нужно будет просто свайпнуть вверх, и если же он не распознает, то нужно будет ввести пароль «Готово». Также можно улучшить распознавание, допустим, я в очках, солнцезащитных очках, либо без очков, не знаю, в шапке. Добавляйте сколько нужно раз свое лицо, и тем самым оно будет становиться умнее. И сейчас мы с вами разблокируем телефон с помощью лица. Итак, вот у нас иконка лица, смотрю на него, опс, появляется загмунчик разблокированный, то есть могу свайпнуть вверх и заблокировать телефон. Давайте еще раз покажу. Разблокируем, смотрю, появляется, работает все достаточно быстро, но опять же, это небезопасно. В общем-то, вот что такое Smart Lock, опять же, если переводить, то умная разблокировка. И естественно, что все вот эти методы, их можно использовать одновременно, то есть нет запрета на то, чтобы сразу же использовать физический контакт и распознавание по лицу. Нет, можно использовать как распознавание по лицу, так и voice match, так и безопасные места одновременно. И последнее, что я вам хотел показать в восьмой серии Android LickBiz, это сообщение на заблокированный экран. На девятом андроиде это находится защита и местоположение, шестеренка напротив блокировки экрана, и вот здесь последним пунктом будет текст на экране. И здесь можно ввести абсолютно любое сообщение, которое вы хотите продемонстрировать на заблокированном экране. Я сейчас у нас адаптировал, такая интеграция, не забывайте ставить пальцы вверх. Спасибо, если вы сейчас этот смотрите, то пожалуйста, поставьте пальцы вверх, мне реально будет приятно, я не зря стараюсь. Но в обычной жизни я здесь предпочитаю вставлять свое имя, а также почту, чтобы со мной смогли связаться в случае того, если я, допустим, потеряю свой телефон. Но, как я сказал, вы можете сюда вводить абсолютно любую информацию, которую только захотите. Здесь вроде бы нет ограничений, давайте прямо сейчас продемонстрируем. Сохранить, все, оно вот так вот у нас сохранится. Давайте покажу, как это выглядит. Вот, мы берем наш телефон, разблокируем его, и вот по часам будет, не забывайте ставить пальцы вверх. Если сообщение длинное, то оно у нас будет идти летучей строкой, медленно будет показываться все, что у нас тут написано. Достаточно медленно, чтобы точно каждый успел прочитать, что мы хотим здесь донести. Но, опять же, как я уже сказал, я сюда пишу обычно свое имя и email в случае того, если со мной нужно будет связаться, если я потеряю свой телефон. Подведем итоги. Я вам рассказал про медицинские данные, конкретно это называется. Данные для экстренных случаев, где можно ввести какую-то свою личную информацию, а также контакт для чрезвычайных ситуаций. Также мы с вами рассмотрели смарт-лог, который находится на девятом аналоге в защите и местоположении. Вот он смарт-лог, который позволяет нам разблокировать телефон без ввода пароля, а через умные методы, как местоположение, либо Bluetooth. Но также я вам показал сообщение на заблокированном экране, где мы можем вводить абсолютно любую информацию. Если, допустим, мы потеряли свой телефон, то я здесь ввожу свой email, и со мной в случае чего смогут связаться, а не просто будет валяться телефон заблокированный, потому что, скорее всего, никак не сломают, но максимум разберут по деталям. Огромное спасибо, если вы досмотрели этот выпуск до конца в день его выхода, и сейчас вам дам небольшой спойлер, какие у нас будут следующие темы об Android League Base. Допустим, вот девятый мы посмотрим работу с уведомлениями, разрешение, это сброс Adaptive Brightness через Device Health, а также блокировку приложения. Ну и вот можете поставить на паузу и узнать, о чем я хочу рассказать вам в дальнейших сериях. И поэтому, если вы еще по какой-то причине не подписываетесь на канал, то подписывайтесь. Дальше будет очень много чего интересного. Ну и как обычно, увидимся в следующих видео. Пользуйтесь вашим Android правильно, заходите во все настройки, смотрите все подряд, все что можно здесь настроить, потому что здесь очень много всего, а большинство людей просто на это забивает, кидает свою симку, да и все, и пользуется, устанавливает там Instagram и все. А здесь очень много чего, что может сделать вашу жизнь лучше и легче. Увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока! О, даже салют пошел, не знаю, слышите вы или нет. Ну вот так вот под наш финал сделали салют. Приятно, символично. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок